Кто заказывал зиму? Конечно, все мы. Лёгкий морозец, белый снежный покров – всё это радует глаз и дарит хорошее настроение. Но вместе с зимними сюрпризами приходят первые травмы, первые переохлаждения. Выходила с троллейбуса, упала, подскользнулась. Ну и всё. И вот вчера у меня опухла сильно рука, а ночь уже стала неметь. Вот здесь вот всё, вот здесь болит и там болит. Но на эту сторону просто ударилась. По стечению обстоятельств вместе с нашей съёмочной группой приехала и Светлана Михайловна. И, увы, она стала первой пациенткой, которая обратилась 7 декабря с зимней травмой в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Но, к счастью, это не перелом, а только ушиб. Однако уже за истекшие сутки количество пострадавших увеличилось с одного до шести таких случаев по Бресту. И количество пострадавших по печальной статистике прошлых лет будет только увеличиваться. Ситуация, в принципе, у нас в учреждениях с года в год повторяется. Единственная разница вот в этом году и в прошлом от предыдущих лет нашей работы, это что во время в связи с эпидемситуацией другие стационары города перепрофилированы под ковидные госпиталя. И, соответственно, вся экстренная помощь, в первую очередь, одна из них, травматологическая экстренная помощь, она легла на плечи нашего учреждения. Поэтому мы сейчас работаем круглосуточно по травматологической помощи 7 дней в неделю. И вся экстренная травматологическая помощь в нашем городе оказывается в нашем учреждении. Медики советуют быть осторожными, одеваться и обуваться с учетом погодных условий. Пик зимнего травматизма наступает после резких перепадов температуры и последующего обледенения. Однако уже сейчас не стоит испытывать судьбу, догоняя общественный транспорт или спеша на работу. Пару лишних минут ожидания или даже опоздания могут уберечь от месяцев, проведенных в больнице. Продолжение следует...